Встретить Новый год с огоньком мечтает, наверное, каждый ивановец, поэтому пристальное внимание Госпожнадзора направлено на магазины пиротехники. Рейды проходят регулярно. Сотрудники службы проверяют, соблюдают ли продавцы требования безопасности. Петарды и фейерверки должны храниться на прилавках в железных контейнерах и без возможности доступа к ним покупателя. Обязательно наличие в магазине огнетушителей. Номер огнетушителя наклеен здесь, в журнале. Записаны все его параметры, даты последней проверки. И паспорт находится в общем журнале. Так как у нас не один магазин, то паспорта находятся в общем журнале. Продавец пиротехники должен быть прекрасно осведомлен. По первому требованию обязан предъявить сертификат и продемонстрировать на видеозаписи, какой эффект будет от запуска мини-салюта. Инструкция на коробке непременно должна быть на русском языке. Особое внимание следует обращать на срок годности товара и инструкцию по употреблению и утилизации продукции. В первую очередь покупателю надо обращать внимание на упаковку. Упаковка должна быть целости, то есть не повреждена внешне. Потому что если повреждена упаковка, то вполне вероятен вариант, что повреждено внутри изделия. Недопустимо. Упаковка должна быть сухая, ни в коем случае не мокрая, не подмоченная. Если изделие вызывает сомнение, его лучше не покупать. Существует пять классов опасности пиротехники. Только три из них в продаже для людей без специальных навыков. Уточните у продавца, к какому классу относится покупка и на каком расстоянии от строений можно ее использовать. Нельзя, во-первых, поджигать, использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, 30 метров от зданий и сооружений, под кронами деревьев, под электрическими проводами. Также, если же непосредственно человек применяет пиротехнические изделия, поджигать нужно на расстоянии вытянутой руки, наклоняться ни в коем случае над пиротехническим изделием нельзя, потому что при срабатывании человек может непосредственно травму получить серьезную. А также, если же пиротехническое изделие не сработало, то ни в коем случае к нему подходить нельзя в течение 10-15 минут. 10-15 минут на инструктаж, четкое соблюдение правил пользования и салют доставит вам только приятные эмоции. Халатность, небрежность или лень не должны испортить вам праздник. Не все салюты одинаково полезны.